Приветствую вас. Я мог бы, наверное, многое сказать про то, значит, что вы могли бы сделать в этой ситуации. Да, я мог бы многое вам порекомендовать, наверное, но проблема заключается в том, что для всех этих рекомендаций необходимо общение с вами. И общение с вами по возможности, конечно, такое, ну, как можно более живое, что ли, я бы сказал. Потому что именно в живом общении, только в живом общении, можно прийти к каким-то выводам, да, то есть понять, как воспитывали вас. Значит, чтобы понять, почему вы так воспитываете своего ребенка, вот. Но однозначно, однозначно, я могу вам порекомендовать следующее. То, что мальчик не взаимодействует никак с другими мальчиками, да, на мой взгляд является очень тревожным таким знаком, очень тревожной такой тенденцией, потому что мальчик должен общаться в первую очередь с мальчиком. И здесь я могу указать только на то, что у мальчика отсутствует мужская модель поведения. Вот. И мне кажется, что именно в этом вся проблема. то, что у ребенка нет образа поведения мужчины. Вот. Понимаете? И это, конечно, серьезно. Это серьезно. потому что мужчина должен быть. Мужчина необходим, а тут мужчины как бы не наблюдается. Вы учите поведение ребенка, а вы даете ему какую-то модель, вот. Вы учите его давать отпор. Понимаете? А это приводит к тому, что ребенок ведет себя в большей степени как женщина, чем мужчина. А быть такого, как вы, я надеюсь, понимаете, быть такого не должно. Не должно. Вот. Поэтому можно ли говорить о том, что проблема вашего ребенка заключается в отсутствии у него мужской модели поведения? Да. Можно такое сказать. Как сделать так, чтобы он, ну, помочь ему? Как сделать так, чтобы он давал отпор, значит, таким девочкам и таким мальчикам, которые будут встречаться тоже? Нужно только по большому счету взаимодействовать ему с папой. Только папа своим поведением может показать ребенку, как нужно себя вести, как нужно давать отпор и что нужно говорить. Только так можно помочь вашему малышу. И никак иначе. Понимаете? Он уже сейчас, да, вот он уже сейчас боится, грубо говоря, ну, того, что приходит, значит, новый ребенок. То есть он уже сейчас опасается того, что новый ребенок может, там, например, для него быть чем-то страшным. Вот. Ну, вы уже понимаете, я надеюсь, что так быть не должно, а он боится. Он боится. И, к сожалению, то, что он боится, это нормально. Потому что вы-то его воспитываете со своей позиции, как женщина, вы его воспитываете. Вот. А мужской модели ему не хватает. К сожалению. А мужская модель нужна. Очень сильно нужна. Без мужской модели отношений не построить. Понимаете? С другими людьми. Ну, вот. Так что привлекайте папу к общению с ребенком. Привлекайте папу к играм, ну, вот, с детьми. Чтобы они играли вместе, чтобы папа играл. Вот. И пусть ваш ребенок у отца учится тому, как нужно себя вести. Потому что вы, вы даете ребенку какие-то указания, да, вот. Вы говорите, например, ему, что там, ну, грубо говоря, что, допустим, нельзя там, например, делать каких-то вещей, да. Ну, допустим, просто, допустим, нельзя, да. Вот. Там, например, я не знаю, нельзя там обижать. Мальчиков, да, нельзя обижать девочек, если там, если ко мне пристают, говорят, что меня нельзя обижать, там, и так далее. Вот. Это правильно. Это правильно, да. Но, но, поскольку это, говорите вы, мама, может быть, это и верно. Вот, что вы говорите. Но, как, как этого добиваться, как этого достигать? Как к этому стремиться? Может показать только отец. Только отец. Только отец может научить ребенка модели поведения адекватных. Если отец ребенка не учит, да, то последствия могут быть самые плачевные. Вплоть до социофобии у малыша. Вот. Ну, или вообще у взрослого человека. Если вы этого не хотите всего, а я уверен, что вы этого всего не хотите, иначе бы вы не были бы здесь, то привлекайте отца. Несколько плохо, несколько тревожно видеться мне, а также и то, что вы вмешиваетесь, когда они играют. Игры это чистые игры, и в этих играх как бы играют только дети. То есть вы не можете в эти игры вмешиваться, иначе ребенок все время будет ожидать, что кто-то вмешается и поможет ему. Так быть тоже, понимаете, не должно. Можно своим поведением показывать ребенку, как нужно поступать в тех или иных ситуациях. Но ни в коем случае не вмешиваться в играх. Вот, пожалуй, так можно вам ответить на ваш вопрос. Понимаю, что, скорее всего, этого недостаточно. Понимаю, что, скорее всего, вы хотели бы еще, хотели бы какой-то информации. Вот, понимаю. Но, тем не менее. Мы хотим ребенку только два с половиной года, и, в принципе, он вполне может еще скорректироваться. Он может еще координироваться в жизни. Но для этого ему нужна ваша помощь. И помощь, в первую очередь, именно соответствующая, адекватная. Вы воспитываете его как неконфликтного, это здорово, но я боюсь, что вы его гиперопекаете. Гиперопека приводит, к сожалению, к негативным последствиям, таким, например, как вот то, что происходит сейчас с вашим ребенком, когда он не может себя постоять, начинает плакать и так далее, и так далее, и так далее. В будущем, в будущем, такие люди вырастают либо, значит, социопробами, либо психотиками. То есть, это те, кто постоянно нуждается в каком-то вот повыдере. Да, постоянно нуждается в каком-то лидере. То есть, люди, которые сами решения принять не могут. Вот. Или могут, но только в очень узком кругу и тяжело знакомятся с незнакомыми людьми. Вот. И еще раз повторяю, что на этом, на этом фоне очень явно выглядит отсутствие мужиковых проблем. образа у ребенка. То есть, насколько он близок с отцом. Насколько отец, как бы вот, демонстрирует ему мужское поведение, чему учится ребенок у отца. И какой вообще ваш муж, мужчина. То есть, по-моему, является самым главным. То есть, в принципе, в принципе, казалось бы, да, ну, девочка сильнее. В принципе, нормально. Сильнее может быть казнь. То есть, и мальчик может быть сильнее, и девочка может быть сильнее. И вообще, на любую, на любое противодействие, да, на любую силу найдется более высокая сила. Это понятно. Но только мужчина, если он умеет проигрывать, если он сильный, может научить своего ребенка достойно выходить из тех ситуаций, в которых он слабее. Не женщина, а мужчина. Знаете? На мой взгляд, именно так можно ответить на ваш вопрос. Вы сказали, что вы с мужем. Вы сказали, что, ну, вроде бы, что вы с мужем как-то вот участвуете в этих процессах. Вот. Вроде бы это здорово. Вроде бы это здорово. Но в то же время почему-то всему ребенка участвуете. В то же время почему-то всему ребенка участвуете. И в то же время, в то же время, создавая у себя дома, да, такую вот, ну, такую атмосферу безопасности, вы не приспосабливаете ребенка к угрозам внешнего мира. Вопрос о том, почему вы с сестрой живете в одном, ну, недалеко друг от друга. И вопрос о том, почему у сестры такой ребенок, это вообще вопрос отдельный. И ребенку, как бы, тоже, ну, могут быть применимы какие-то методы корректировки, да. Вот. Отдельно хочется сказать о том, что делает сестра, ваша дочь в такие моменты. То есть, ее брата, ну, которого она априори любит. Обижает, обижает девочка. И что делает дочь в этот момент? Она делает хоть что-нибудь в этот момент. Она догадывает, например, мальчику, что девочки, в общем-то, важны с девочками, ну, правда, наоборот, а мальчику, мальчику. Вот. Что мальчики и девочки, это вообще разные категории. Что нельзя мальчику с девочкой вступать в конкуренцию, в борьбу. Вот. Что если, например, девочка объясняет мальчика, и у мальчика есть сестра, то, соответственно, сестра решает вопрос с девочкой на уровне борьбы. Мальчик вообще не участвует в этом. Понимаете? Ну, то есть, это вот такая история, да, в которой ваш ребенок очень сильно подвержен вашему влиянию. И я думаю, что тут нужно хорошо разбираться с тем, какая атмосфера у вас в семье, как воспитывали вас, какие у вас отношения с мужем своим, вот, что он за мужчина, как он относится к детям и так далее. То есть, по большому счету, я бы не обращал внимания вообще на ребенка, вот эту вот, на дочь, значит, на дочь вашей сестры. А обратилка внимания больше именно на то, что происходит между вами. Вот. Именно между вашей семьей. И поработал бы, наверное, я больше с этим. Потому что это важно. Куда более важно, чем вот то, что происходит с ребенком. Потому что ваш сын на эту дочь переносит те знания и те модели, которыми он пользуется внутри семьи. Вот. Следуя, например, определенным иллюзиям, да, что там не будет, что все будут обращаться с ним, как вы, например. Эти иллюзии создают потом разочарование, которые впоследствии ведут к очень периодным результатам. Ну, вот. Поэтому первое, первое, да, это папы побольше с ребенком вообще. Папу прям напрягайте, чтобы он был лучше с ребенком, чтобы больше времени приводил с ним. Ну, вот. Значит, вместе с ним бегал, активничал. Вот эта вся история. Дальше. В игры не вмешивайтесь, да, в игры детей. И... Папе намекните, да, что вот дочь, она, ну, как бы, дочь с 3, да, что она там хулиганит. Вот. Чтобы ты вот, ну, как вообще к хулигану относиться, да, и как именно к девочкам отношиться. Все должен делать мужчину. Все. Вот. Я не буду говорить, как нужно. Потому что это... Ваш муж должен решить сам. Вот. Вот. Ну, в общем, так примерно можно ответить вам на ваши вопросы. Эээ... С детьми всегда много дополнительных вопросов, да, много-много вопросов вам задать. Вот. Ну, ввиду того, что... Такой формат. Вот. То, что вот, по-моему, он сделал сначала. Эээ... У вас правильная мысль. Что нужно давать опору. Это правильно. Но... Проблема-то куда серьезнее. Что ребенок избегает незнакомых. И вопрос в том, почему. Либо у вас создается культ. Ну, такой. Условный культ. Семьи. Семьи. Где... Где... Только свои, только близкие и все. Где... Постоянная опека. Постоянный комфорт. Постоянная... Ну... Защищенность и так далее. Вы поймите правильно. Поймите правильно. Защищенность это хорошо. Это здорово. Защищенность. Это здорово. Но... Защищенностью одной. Не обойтись. Защищенность не только внешняя. Но и внутренняя. Тоже. Ребенок должен видеть, как вы справляетесь с этим. Как вы справляетесь с хулиганами. Как вы ведете себя с незнакомыми людьми. И так далее. Вот. Понимаете? Ну и в частности отец. В частности отец. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Насколько это было возможно. Если у вас остались дополнительные вопросы. Пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Пишите. АРМИЧЕСКАЯ ПОДОЛУИИ УИТАЕТ СЕМОЯ ВЫСТРЕЛА